Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео мы с вами рассмотрим себестоимость бройлера. Я надеюсь, у меня получится донести эту информацию максимально понятно и подробно. Есть те цифры, которые я буду использовать, и я не буду их расшифровывать. Если у вас есть или возник интерес к ним, пишите комментарии, я вам обязательно объясню. Второй момент. Пожалуйста, смотрите это видео внимательно, потому что это не то легкое чтило, которое можно не глядя понять, о чем мы с вами говорим. Я подойду с точки зрения бабы-яги к себестоимости бройлера или кризисного менеджера, как хотите. Я учту все расходы и не забуду, конечно же, о доходах при продаже конечной продукции. С вами будем рассматривать эту ситуацию. На 100 яйцах мы покупаем с вами 100 яиц и посмотрим, что получится в конечном итоге. Не забывайте, что многие статьи расхода будут исключительно нашего хозяйства. Вы их сможете вычесть из общей картины. Расход мы будем с вами смотреть на летний период выращивания бройлера и на межсезонье, потому что, к сожалению, зимы у нас с вами пока не было. Следующий момент. Что вы узнаете из этого видео? Какие препараты мы используем для выращивания нашей птицы, в какие периоды и в какой дозировке? Это очень важный момент. Многие о нем особенно спрашивают. В этом видео все это будет рассказано. Второй момент. Какие корма и сколько мы используем на каждой стадии выращивания бройлера? Третий важный момент. С помощью моей системы подсчета вы сможете знать, сколько ваша птица стоит на единицу времени. То есть, а почем мне стоит продать цыпленка месячного? А почем мне стоит цыпленка трехдневного продать? А сколько будет стоить двухнедельный цыпленок? Вы все это сможете узнать и просчитать. Вы увидите, какой период для выращивания бройлера самый дорогой. Еще этот момент. Это расчет именно частного хозяйства. Не птицефабрики, а именно частного небольшого хозяйства, подворья. В него не будут включены такие статьи расходов, которые вы скажете, что да ну, надо учитывать. Никаких человеческих трудозатрат и так далее. Мы с вами только наши денежки посчитаем при выращивании, при попытке выращивания бройлера из ста яиц. Сразу оговорюсь, что цены мы указываем с... Надо бы указывать с плюсом, да? То есть, дорогую цену брать. Мы возьмем с вами цены дешевые. Те, которые мы можем себе позволить найти мы, наша семья. Вполне вероятно, что другие птицеводы такие цены не имеют. Мы сразу это оговорим. В этом видео вы также увидите статьи расходов, которые практически никакие блогеры не учитывают при расчете себестоимости бройлера. Этих расчетов очень много. Я считаю, что они практически все неверны или неполные. То есть, есть что дополнить, безусловно. И еще момент такой. Вы узнаете очередность статей расхода, на наш взгляд, в выращивании бройлера. Какие расходы и когда, к какому периоду у нас относятся. Ну, поехали. В общем, вся основная часть будет проходить вот в этой таблице. Эту таблицу составила я сама для того, чтобы просто проще было нам высчитывать себестоимость бройлера. Есть такой тут смысл. Я хорошо умею обращаться с Экселем. Для меня это просто. Если вы не умеете этого делать, это можно сложить на листе бумаги и введя буквально в 2-3 минуты ежедневно какие-то записи на протяжении своего всего цикла выращивания. Мы с вами рассмотрим выращивание КОП-500 в количестве покупки 100 яиц до 50-го дня выращивания и на комбикорме. Почему так? На зерне, докармливание птицы на зерне используют далеко не каждый. И при этом эта система удорожает, безусловно, конечный результат себестоимости единицы продукции. Почему? Потому что вы кормите зерном, вы его тратите, но вы не получаете особых привесов. Мы не говорим о зерносмесях, которые на половину состоят из мясокоски у некоторых. Мы, наоборот, стараемся с помощью зерносмеси в конечном периоде уйти от вот этих всех добавок и неприятных последствий, некачественных, допустим, предположим, кормов или чего-то еще. От всего ненужного, что есть в комбикормах, мы стараемся уйти через зерно, но в зерно мы не добавляем, конечно же, ни мясокоску, ни премикси, ничего. Об этом есть отдельное видео. Так, дамы и господа, смотрите рекламу, это будет ваше спасибо за наши труды. И если наша информация была вам полезна, не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. А сейчас поехали дальше. Так, значит, мы с вами приобретаем инкубационное яйцо, допустим, импортного производителя, КОП-500. Значит, это яичко привезем домой. Мы купили яйцо, предположим, по цене 30 рублей за штуку. Себестоимость яйца в сезон в Москве, она будет выше. 30 рублей это средняя цена, которая бывает варьируется в меньшую, большую сторону. Мы возьмем 30 рублей. Если у вас своя цифра, вы можете подставить сюда свою цифру. Перевозка. Перевозка этого яйца от нас, от города Александров, до места забора яйца и обратно. Это 210 километров в одну сторону. Итого 420 километров. Дальше мы все подсчитываем. Не учитываем при этом штрафы, топливо в пробках, амортизация машины и так далее. Все это мы не учитываем. Мы берем сухую сумму денег за бензин. 2763 рубля. Это дорогая транспортировка. Если вы перевозите не 100 яиц, а больше или меньше, эта цифра все равно остается такой же. Это постоянный расход, который не влияет и не зависит от того, сколько яиц вы берете. Вот здесь в данном случае нам выгнят, потому что мы берем больше, чем 100 яиц. Это транспортировка, перевозка. Она делится согласно количеству яиц на каждое яйцо и ложится на каждую птицу в себестоимость каждого цыпленка отдельно. Как она ложится? Сейчас расскажу. Мы с вами складываем сумму из 100 яиц по 30 рублей плюс перевозка. У нас получается 5763 рубля. Это цифра заведомой себестоимости яйца получается, но не конечной. Значит, себестоимость яйца мы с вами рассчитываем, каким образом. 100 яиц умножили на 30 рублей стоимости. Приплюсовали 2763 рубля. Получили 5763 рубля, которые, соответственно, в конечном итоге и делятся на 100. Вот так. Получили, что яйцо у нас стоит 57 рублей 63 копейки. Для чего нам эта цена? Мы должны понимать, что если мы с вами продаем инкубационное яйцо по соседям, еще привозим и еще куда-то, то мы не можем привезти людям яйцо по 30 рублей. Мы с вами прогораем, потому что мы продаем яйцо дешевле его реальной себестоимости для нас. Наша реальная себестоимость в данном случае, в конкретном примере, 57 рублей. Думайте, за сколько вы возьметесь везти еще и соседям, и еще кому-то яйцо, даже если вы не являетесь каким-то там большим продажником, поставщиком яйца в регион. А вот. Конечно, у людей, которые занимаются серьезно продажей инкубационного яйца, это цифра ничтожно вала в формате количества яиц, которые они привозят. Но для нас это актуально. Мы рассматриваем с вами частное подворье, личное подсобное хозяйство. Себестоимость цыпленка. Значит, мы с вами начинаем закладывать 100 яиц в инкубатор. Это получается, мы их авоскопируем, соответственно, и я в данном примере учла 3 яйца бой. Если 3 яйца бой, а себестоимость яйца у нас 57 рублей, значит, мы уже с вами 172 рубля теряем на этом бою. Минус есть. Себестоимость цыпленка высчитывается уже после вывода. Мы закладываем 97 яиц в инкубатор. Мы рассчитываем с вами сейчас пример нашего подсобного хозяйства. У нас 97 яиц влезет в один инкубатор Бритц, потому что он с надставкой. И у него получается 30 яйца в верхней надставке и 66 в нижней. В среднем так получается. Поэтому 97 яиц мы благополучно затолкаем туда и будем крутить 21 день. И стоит это будет 110 рублей. Не забывайте, инкубатор у нас тоже не от вентилятора на крыше работает. 110 рублей за период 21 день нам отторобанил инкубатор. Вывод у нас возьмем очень хороший вывод. Но очень. 87 с лишним процентов. И в того мы получили с вами 85 цыплят. Из 97 яиц. Остальное у нас пойдет на неотлод и на невывод, предположим. Такое тоже бывает. И получается себестоимость цыпленка, который стоит у нас 67 рублей. Это понятно, да? То есть, что мы с вами сюда учитываем? Мы с вами 97 яиц. Цену 97 яиц по себестоимости яйца. Мы с вами еще прибавляем 110 рублей и делим на то, что вылупилось в итоге. На 85 штук. И получаем 67. В этот момент все, кто продает цыплят, должны понимать, что ваш цыпленок, он не стоит 30 рублей, как яйцо. Он не стоит 57 рублей, как яйцо уже после доставки и отборки боя. Он стоит 67 рублей. Скажите, как продают в частное хозяйство цыплят по 50 рублей? Для меня пока это загадка. Мне кажется, что люди не умеют считать. 67 рублей стоит цыпленок по себестоимости. Вы продаете его кому-то, значит, вы должны иметь хотя бы что-то с этого, иначе это благотворительность. Тут уже смотрите сами. В этом видео мы не рассматриваем продажи побочные вот эти все яйца, цыплята, чего-то еще. Мы смотрим себестоимость птицы. Значит, дальше смотрим. Мы с вами заносим в таблицу количество цыплят в количестве 85 штук. И сразу начинаем подсчет. Сразу учту такой момент, немаловажный. Мы учитываем с вами падеж. Нормативы падежа это 10-15%. Я бы сказала, что при выращивании птички без антибиотиков, ребят, у вас не выйдет такой невысокий падеж. У вас получится падеж где-то 15-20%. Я возьму серединку, я возьму 17% падежа. 5 из них я возьму в первый период выращивания птицы. Это неделя, это ошибки инкубации. Все погрехи инкубации в последние цыплятки, какие-то слабые, не вылупившиеся, до конца вы выковырили и так далее, я возьму 5 штук из 85, это, поверьте, норма. Это немного, это мало. На третьей недельке я возьму еще 4 штуки в падеж. Это падеж уже подростковый, самые слабые, самые хилые цыплята, которые будут плохо расти. Неважно по каким причинам, у вас все равно этот падеж будет. И еще 5 штук я возьму на последних этапах. Это падеж, связанный с водянками, падеж, связанный с сердечными приступами. Да, что синдром внезапной смерти. И еще 2 штуки мы с вами вынужденно забьем из этой партии, потому что птица села на ноги, или, например, что-то сломала, или еще что-то такое, тоже бывает. В общую сложность это войдет в 17% падежа. Но те, которые мы вынуждены забыть, это мы просто курочку себе будем оставлять. Мы не будем считать, что это наша роковая какая-то потеря, это будет только потеря по себестоимости. Ни в коем случае, ни более чем. Я отмечу это отдельно. Так, поехали дальше. Мы с вами учитываем вес мешка, стоимость мешка, расход в килограммах, и стоимость в килограммах, и расход всего. То есть вот они съели у нас тавами, предположим, за первую неделю 12 килограмм корма, и мы высчитываем в данном случае, что себестоимость этого продукта будет 456 рублей, по 38 рублей за килограмм. Цена, которую я беру сейчас за паркором ВК-51 очень низкая, достаточно низкая. Я вам покажу розничный прайс, и он будет выше, значительно выше. По этой причине хочу вам отметить, что здесь данная таблица на единицу получается нагрузка в 5 рублей 36 копеек. 5 рублей 36 копеек съела у вас птенец 1 из 85 за первую неделю. Когда вы мне скажете, откуда я взяла веса корма, и могу так уверенно утверждать. Вот отсюда я взяла. В силу того, что мы выводим птицу достаточно много уже партий, могу вам сказать, что я нашла ту самую таблицу, которая от начала до конца примерно отражает реальность. Эта таблица показывает, что мы при выращивании курочек и петушков вместе начинаем с вами с первый день 52 грамма птенец и заканчиваем в 50 дней 3 килограмма 249 грамм. Обычно показатели, бывает, чуть опережают эту таблицу. Это усредненный показатель между петухами и курицами на конкретную дату. И съедают они у нас в это время примерно 6 килограмм 200 грамм корма каждая голова на 50 днях. Подчеркиваю, мы кормим свою птицу с 45-47 дня и до 50-55 дня зерносмесью. Поэтому мы получаем такие результаты позже, не в 50-55 дней и позже, при условии, что 5-7 дней у нас курица высиживает. Ровно, без прибавки в весе. Но вот эта таблица меня очень устраивает с точки зрения того, что она отражает реальную картину, которая творится у нас в хозяйстве. Поэтому из нее я и взяла сюда вес цыплят и количество корма, который они при этом съедят. В данном случае расчет вам указан понедельно. 1, 7, 14, 21, 28 сутки и так далее. Если вы хотите сделать это на каждый день, это можно сделать на каждый день. Это не проблема. Но в данном случае тогда видео получится бесконечно. Вам все-таки может надоесть на меня смотреть. Вот. Поэтому идем побыстрее. 12 килограмм – это показатель, который они съедают и по этой таблице, и по нашим наблюдениям в первую неделю птица. Вес, соответственно, корма мы знаем, цену мы знаем, все мы знаем. Значит, 5 рублей – принятая сумма, которая тратится на еду цыпленку в первую неделю. Мы учитываем с вами пеленки. Я отметила это розовым. Почему? Я некоторые затраты здесь, видите, 78 копеек, 10 копеек. Вы скажете, не нужно их учитывать. Зачем? Я с вами соглашусь. Их не нужно учитывать. Я в эту таблицу включила их для того, чтобы вы знали, что это понадобится, быть к этому готовым. Пеленки можно не пеленки. Некоторые пользуются тряпками, некоторые газетами, еще чего-то. Но гомотоник, то есть витамины в первую неделю, дают все, в принципе, насколько я понимаю, птицеводы в обязательном порядке. Так, значит, гомотоник. Рассматриваем его подробнее. Гомотоник ли у вас, аминовитал ли у вас, или еще какие-то витамины, приблизительно одну и ту же сумму вы на них потратите. В данном случае у меня 289 рублей стоит аминовитал, а гомотоник – 218 рублей. Учтите, что гомотоника при использовании нужно больше, а аминовитал – меньше. Поэтому мы с вами возьмем 289 рублей, стоит 100 мл витамин. И согласно правильности пропоек, мы с вами даем на 12 литров 0,03 от бутылки. Заметьте. И эту цену мы умножаем, получаем, что у нас 10 копеек птенец витаминов потребит. Для чего еще раз? Для того, чтобы вы просто знали, что здесь он есть, этот витамин, и в какой дозе его давать. Витом 1.1. Также точно мы даем, я учусь, 20 рублей. Это пакетик 5-граммовый. Если вы покупаете большим объемом витом, чем больше, тем, соответственно, дешевле. Пакетика вам этого хватит на пропойке первой недели. Почему 12 литров воды тут, 12 тут? В среднем птица-бройлер потребляет воды в 2 раза больше корма. Поменьше там показателей немножко. Но для правильности и надежности подсчетов мы возьмем с вами такое утверждение, что птица-бройлер потребляет воды в 2 раза больше, чем корма. Корма 12 кг, значит воды у нас будет 24 литра. Я поделила это между гоматониковым витомом для того, чтобы у нас, с вами понятие было, что мы меняем утром витамины, вечером витом, или наоборот. В общем, вот в таком примерно формате мы с вами учитываем расходы на витаминизированную часть и на пробиотику, соответственно. Так, и тут мы сталкиваемся с вами на первой неделе с первым пудежом. Чтобы понять, сколько птица у вас стоит в это время, вы как раз в этой таблице складываете все расходы на каждую голову и получаете к конкретному числу, это может быть не обязательно седьмой день. Если вы ведете по дням, вы можете и в пятом дне отчеркнуть эту линию, а можете в седьмом написать. Разница там будет весьма незначительная, но вы точно будете понимать, что сейчас, потеряв 5 птичек, которые были затоптаны, которые были слабыми, которые почему-то не стали там бегать хорошо, лапы разъехались, много чего еще бывает, вы потеряли 367 рублей. Потому как мы с вами считаем себе стоимость цыпленка, прибавляем к нему те затраты, которые он за эту неделю нам принес. Все, потеряли. Дальше мы уже учитываем с вами весь расход, корма и всего остального на 80 голов, потому что было 85, до минус 5 осталось 80. Смысл момента еще немаловажный в том, что если вы хотите эти 5 голов не просто в расход себе добавлять, а добавлять их в себе стоимость оставшихся 80, то вот здесь вам нужно вставить строчку, которая точно так же будет прописывать эти 367 рублей, которые будут делиться на этих 80 цыплят. И тогда получится, что у вас эта сумма встала в стоимость 80 цыплят. Я так не делаю. Почему? Потому что для меня вот эти 367 рублей, ну и так же, как и другие, они не весьма принципиальны. Я их учитываю в собственном доходе. Я вычитаю эту сумму из собственного дохода, чистого, в конце партии, и я понимаю, сколько я выручила всего за партию. Если нужно знать на единицу, то мы с вами вставляем эту строчку, так как и другие расходы, с такой же формулировкой, и с такой же стоимостью и того, которая делится на 80 оставшихся голов. Все. Смотрим дальше. С 7 по 14 день, следующая неделя, количество голов у нас уменьшилось, и корм мы рассчитываем на количество голов, которое осталось, понятно, больше. Те птички, которых мы потеряли, уже не едят. Маркорм 5.1 мы возьмем. Цена такая же, все такое же. Кормим Маркорм 5.1, в данном случае до 14 дней, для того, чтобы разделить вам период весь выращивания бролера понедельно, а не дробить его на 5-дневки, на 7-дневки. Это будет понятнее и проще. Хотя, как я уже и говорила, в данном случае такую таблицу можно вести на каждый день. Вы потратили один ковш, который весит килограмм корма, вы записали в этот день. Сделали пропуечку, записали. И так далее. Понимаете, да? Значит, в Маркорм 5.1 мы тратим с вами на 11 рублей 97 копеек на каждую голову за вторую неделю. Птица начинает есть больше. Вы можете просчитать вот здесь количество корма требуемого из 455 грамм. Мы вычитаем 140, которые до этого уже учли. И получаем с вами 25 килограмм корма. Они сидят за 7 дней. Это ясно. В общем. Сюда же я включаю на эту неделю лампу, одну красную, которая у нас, к сожалению, перегорает с постоянной периодичностью. Я тоже отнесла этот расход к розовеньким цветам, зафиксировала. Почему? Потому что 1,91 рубль ложится на 80 голов. Кстати, тоже расход неменяемый. 5 цыплят у вас или 80 цыплят, все равно лампу вы же любите. Фоспринил. Это следующая пропойка, которую совершает мой муж с птенцами с 7 по 14 день. Фоспринил стоит 186 рублей. 10 миллилитров. Это маленький вот такой флакончик. И он очень экономичный, но при этом, в общем, тратится. Весь 186 рублей. Согласно инструкции, он дается 0,05 миллилитров на килограмм веса. Но при этом птица-то уже приличная, понимаете. Вес-то у нее уже вот на 14 день 430 грамм. Даже если вы по 400 грамм будете смотреть и 80 птиц, вы все равно флакончик этот так или иначе ему отдадите. Итого за эту неделю на 14 день ваша птица съела и выпила лекарств и сожгла лампу на сумму 22 рубля 69 копеек. Эта сумма складывается из 6,48 первой недели и расходов за вторую неделю. Вы получаете итого 22 рубля 69 копеек. Прибавляем это к стоимости цыпленка 67 рублей 0,06 копеек и получаем в итоге ну 67 рублей здесь округлено. 90 рублей цыпленок у вас стоит в первые две недели. Если вы собираетесь продавать цыпленка вот в этом моменте вам очень важно, что себестоимость этого цыпленка у вас уже 90 рублей. Не надо двухнедельных цыпляк продавать по 100 рублей. Вы делаете это себе в убыток. Следующая неделя это 21 день. Что у нас получается? В эту неделю с 14 по 21 день это третья неделя. Мы с вами даем перерыв нашей птице. Оставляем ее без пропоек. Кормим мы Маркорм ПК-5-2. Цена корма у нас меняется на 900 рублей. Прошу заметить, что это тоже очень низкая цена за этот корм. Сюда можно подставить любую циферку, которую вы сами свой корм покупаете следующего периода. Тогда килограмм корма у нас получается с вами сколько? А! Нет. Тогда килограмм корма у нас получается 36 рублей, а не 38 как было. Но корма-то мы съедаем больше. Как рассчитать, сколько корма? Снова же воспользуемся этой таблицей по превесам. и получаем, что у нас 608 грамм за 7 дней на одного цыпленка съедает корма. Птица съедает корма. 608 мы умножаем на 80 оставшихся голов. Напоминаю вам, 80 оставшихся голов. И получаем 48 килограмм с лишним. 48,64. Вот это мы умножаем на цену себестоимости корма. И получаем, что у нас каждая птичка стала за эту недельку дороже на 21 рубль 89 копеек. Складываем с предыдущим результатом и того и получаем на этот момент 44 рубля 58 копеек у нас съела и выпила птичка на 21 день. Висит она, напоминаю, 843 грамма. Примерно, да, в этом районе. Себестоимость цыпленка у нас трехнедельного получается 112 рублей. И в это время, к сожалению, у нас тоже имеется падеж определенный. В данном случае я напишу 4 штуки. Синдром внезапной смерти, когда они лапано переворачиваются и все, и вы не понимаете, почему птица там, что с ней случилось. И третья неделя можно сказать, что сейчас уже там, гляди, будет начинаться водянка. И первые слабые самые тоже особи, которые у вас остались после падежа первой недели, вот они как раз в это время у вас это отходит. Я сделала гуманный расчет, еще раз подчеркиваю, 17% от этого падежа это достаточно хороший результат при условии выращивания цыпленка без антибиотиков. Мы рассматриваем с вами схему без антибиотиков. Ну и того получаем, что мы с вами потеряли 446 рублей. В общем, непредельная цифра, но неприятная. И дальше мы с вами рассчитываем уже все остальные затраты на 76 цыплят. 76. Их осталось 76, к сожалению. Маркорм 5-2. Это будет у нас четвертая неделя. Маркорм 5-2 мы кормим. Мешок все так же стоит 900 рублей. И все так же расчет, если вы посмотрите от количества корма, разница, умножим на количество цыплят, это 76, получаем 72 килограмма за неделю четвертую съедает наша птица. В этот период начинается еще одна повторная пропойка витаминами. Витаминов мы тратим в данном случае гораздо больше. Расчет воды, я вам сказала, как делаются. Так как мы с вами меняем гомотоник и аквадетрим появляются у нас в репертуаре, то, соответственно, по 70 литров того и другого я рассчитываю, дозировка соответствующая и тоже просчитываем. Здесь 53 копейки, здесь 3 рубля, но тем не менее я это включила, чтобы вы понимали, что в этот период вот такую пропойку мы совершаем. Аквадетрим мы всегда совмещаем с усиленным кальцием. То есть мы даем ракушку в этот же период побольше. Ракушки в данном случае я посчитала 3 килограмма всего, ну то есть как бы не сверх много, но вот такую пропойку мы делаем, потому что птица растет уже она все больше и больше, вы видите, в нее вес уже зашкаливает за килограмм, и поэтому лапы, кости нужно бы поукреплять. Профилактическую такую меру мы делаем в этом возрасте. И к 28 дню наши птицы уже стоят 150 рублей. Следующий период 28 по 35 день это будет у нас пятая неделя. Пятая неделя мы даем морковь 6.1, то есть примерно с 28 дня мы так и переводим там с 30 но не суть дела, переводим морковь 6.1 и учитываем согласно прошлым схемам количество потребляемой пищи потребляемого комбикорма получается 93 килограмма за неделю у вас ест 76 голов съедят. Здесь в данном случае мы даем есилен. Пропойка на этой неделе это есилен, это разовое мероприятие, просто покупаем условно просто флакон 100 миллилитров и даем его согласно нормативу в 2 емкости у нас 2 клетки воду добавляем и вся птица у нас выпивает. Особый расчет я вам покажу положенный 1 миллилитр на килограмм либо на килограмм живого веса либо 2 миллилитра на литр воды и это делается разово. Это нормы которые прописаны в инструкции но я не совсем понимаю их сочетание то есть 1 миллилитр на килограмм или 2 миллилитра на литр значит что птица в 1 килограмм должна выпить пол-литра то есть если в параллели провести мне это чуть-чуть непонятно поэтому мы делаем проще мы выпаиваем полностью все 100 миллилитров эту бутылочку на птицу на все 76 голов у нас это дело попьют если их будет 100 значит попьют все 100 бутылочку не мелочась и не мудрство и лукаво значит 2 рубля мы накидываем они помимо того что съели еще и выпили и того мы получаем 121 рубль расхода который состоит из прошлых расходов плюс это неделя понятно и 189 рублей на данной стадии в 35 дней стоит у нас наш цыпленок и вот тут нас тоже подкашивает синдром внезапной смерти это сердце 3 штуки мы потеряем или водянка уже она полным будет цветом у нас расцветать если она и будет в нашем хозяйстве 35 дней старше это как раз возраст вот этих вот мерзких ужасных падежей водянышных которые в данном случае мы мягко говоря очень гуманно учитываем это будет 3 штуки из 76 ну и 2 штуки будет у нас вынужденного забоя то о чем мы с вами говорили лапы на лапы села птица либо вы видите уже начальную стадию водянки а вы это будете очень хорошо видеть если вы с этим столкнетесь в данном случае вынуждены забой я посчитала как минус вы видите да минус 377 рублей но есть одно но эту птицу вы можете потреблять себе в пищу можете и не потреблять можете потреблять это на ваше усмотрение я отметил этот минус как тот что здесь в данном случае будет потому что так или иначе эта птица у вас съела на эту сумму и выпила всего но при этом ну если вы себе его в пищу то можно сказать что вы купили себе сами за эти деньги эту птицу все с 35 по 42 день это будет неделя где мы с вами даем кальций борглюконат кальций борглюконат препарат достаточно недорогой даем мы его прилично 3 мл на 1 литр воды и я трачу на это 6 бутылок почему потому что птица в этом возрасте выпьет у вас 200 литров воды за эту неделю съест она у вас почти 100 кг корма и стоить она будет у вас аж 165 рублей 57 копеек на 42 сутки это уже крупная большая птица самая большая и крупная вот которую мы тоже с вами очень обидно будет терять из всех просчитанных ранее мы теряем 2 штуки как договаривались в рамках 17% поддержат общего объема птицы последнюю потерю которую я учитываю 2 штуки синдром внезапной смерти леводинка как хотите но тем не менее 465 рублей вы с нее потеряете дальше поехали последняя неделя содержания это 42 день по 49 день мы с вами учитываем что на 50 день мы с вами птицу убираем и последние сутки мы ее кормить не будем ни сутки там порядка 6 часов мы это делаем потому что сутки мы считаем птицы начинают реально худеть страдать и так далее то есть 6 часов вполне достаточно чтобы очистить зоку и все сделать аккуратно видео потрошение у меня есть сами можете посмотреть все получается хорошо скоро сниму повторное на новом месте работы с 42 дня птица съест у вас 100 килограмм почему разница с предыдущих 97 килограмм не очень значительная во первых потому что после этой потери значит мы имеем уже 69 птиц 69 птиц съест за следующую неделю 42 по 49 день примерно столько же сколько и птица с 35 по 42 то есть это будет 98 килограмм птички поменьше чуть-чуть но и здесь она уже после 45 дня сильно в кормежке не прибавляет то есть все остается как и было по граммовке поэтому и рекомендует птицу в 45 дней убирать потому что она уже и при весе потихонечку начинает терять и корма это максимальное пиковое значение она больше 200 грамм съедает дальше в день а прибавляет 62 63 65 66 58 и так далее то есть все меньше и меньше грамм конверсия корма у нас меняется в сторону невыгодности содержания птицы дальше но в плане зрелости мяса тут короче каждый по-своему решает что мы на этой неделе и кормим марком 6.2 мы кормим 98 килограмм вот вам пожалуйста расчет за неделю из расчета снова же съедания съедаемого корма одной головой умножаем на 69 все это по старой схеме и того мы получаем что у нас с вами птица съела на момент 49-х суток 211 рублей 49 копеек здесь на этой неделе подчеркиваю снова даем кальций-бурглюконат недорогое средство ну как недорогое вот 3 рубля видите на птицу прибавляет и ракушку еще разок птица становится тяжелой лапы все равно подержать надо и с кальций-бурглюконат мы даем ракушку автоматом тоже потому что аква-дутрим вы сюда уже не дадите вот что получаем получаем что у нас с вами птица с учетом стоимости цыпленка стоит 278 рублей и эта цифра у нас получается конечная мы с вами ее и будем считать за отправную точку себестоимости нашего бройлера в летний период учитывайте здесь в данном случае мы с вами не учитывали расход на электричество так и получаем методом недолгого исчисления 69 голов мы с вами зарубили 3 курицы я отправляю дефект брак или вы зовете их себе но 3 курицы так или иначе у вас будут непродажные и это поверьте минимальное количество обычно бывает больше их я пометила снова расход в желтый цвет по причине того что вы можете считать это расходом можете считать что вы сами себе за эти деньги купили эти 3 курицы ну или как угодно но тем не менее это минус который вы понесли так или иначе содержа из стоиц выведя и получив результат 69 забойной птицы мы с вами создали 66 продажных тушек бройлера по 2,5 кг это очень хорошие результаты поверьте получается в жизни реально хуже это будет 165 кг веса из расчета 2,5 кг каждая тушка и мы продали их по 300 рублей я считаю это дорогая цена хорошая получили выручку 49500 из нее мы вычитаем расходы на 66 птиц каждая птица повторяю нам 278 рублей обошлась по нашим расчетам в летний период и мы получили с вами 31 119 рублей вот момент бы порадоваться но есть кое-какие еще затраты 3 штуки мы с вами убираем в дефекты либо себе либо как хотите это на 825 рублей по себестоимости это минусовый расход плюс минусовыми расходами можно считать газ который для разгона шпарчанов для опаливания тушек на 70 голов где-то у нас тратится примерно газа на 150 рублей если мы считаем что 50 литровый баллон стоит 900 рублей пакеты это незаметный расход в среднем вы можете на каждую курицу накидывать рубль то есть она в тонком пакете и я считаю что 4 в тонком пакете в один большой с ручками это мы тоже покупаем поэтому как хотите я расходы пометила розам они могут вас не касаться но могут и касаться это рубль на курицу электричество шпарчан в данном случае мы потратим с вами электричество примерно на 58 рублей минуса и электричество в смысле холодильников перосъемок освещения насос водяной вы воду тратите и так далее я не буду указывать цифры я буду просто скажу что такие статьи расхода существуют мы не будем их учитывать здесь в подробностях в мелочах но они есть вот три варианта мы с вами учтем это вот эти цифры минус 150 рублей это газ пакеты в общей сложности 71 рубль у нас 69 кур там так или иначе получается и электричество шпарчан у нас будет на 58 рублей мы с вами потратим согласно мощности тена и согласно времени обработки каждой курицы вы можете посчитать это из 8-часового рабочего дня примерно 4 часа шпарчан у вас будет шпарить я имею ввиду при забое 8 часов 2 дня ну и конечно же готовя для вас это видео в общем-то сразу хочется оговориться о себестоимости птицы зимой так как зимы у нас в этом году не было будем говорить о демисезонном выращивании в роллера и в статью затрат мы конечно же должны включить отопление птичника это отопление из прошлых видео вы помните на данный момент составляет 3087 рублей эту сумму я считаю общей за отопление всего цикла выращивания бролеров 45-50 дней почему потому что в данном случае брудер у нас работал ровно как и весь отопительные все отопительные приборы самого птичника с условием что у нас большая птица доживает в нем последние 2 недели предзабоя а брудер уже начинает работать в этот же момент поэтому у нас отопление шпарит как бы в двух областях и 15 дней предыдущей партии и 20 и так далее дней новой партии уже поэтому месяц 3087 рублей я беру как в гуманном смысле как всегда как расход на всю партию но демисезонную учитываем что если на улице будет минус 30 то эта сумма ну мягко говоря в два раза подрастет а там уже как получится вообще так посмотрим так отопление птичника из чего он состоит в данном случае это брудер две лампы по 250 ватт берем 10 дней это очень гуманно и за эти 10 дней 436 рублей я могу отнести на брудер почему 10 дней а не 20 там как положено 21 и так далее в данном случае все зависит еще от температуры окружающей среды то есть это будет регулироваться диммером эти лампы потом 10 дней может быть там 5 дней будут 2 шпарить там потом 1 потом вообще диммером будет убавляться и 1 в том числе все зависит от очень многих факторов поэтому я беру всего лишь 10 дней но зато работа 2 ламп ну получается по полной программе 436 рублей из этой суммы это будет брудер и ее я все-таки настоятельно вам рекомендую отнести и к летним затратам потому как зима-то зимой а брудер вы все равно будете кочегарить и летом в том числе вот транспортные расходы это еще одна статья расходов которую мы в данном случае с вами не учли хотя эта статья в общем будет и в летнем и в зимнем содержании птицы такие транспортные расходы как доставка кормов и доставка продукции клиентам доставка кормов у каждого из нас своя история доставки кормов связана с тем что либо нам привозят эти корма производители либо мы ездим за ними ну как некоторые за 300 километров в один конец за пятью мешками возвращаемся обратно эти расходы будут у всех различные но они существуют поэтому мы не можем ими пренебречь доставка продукции клиентам мы с вами вырастили курочку все хорошо и замечательно и в идеале конечно же у нас клиент приезжает прямо под под забор и берет эту курицу грубо говоря из дома из наших рук но такого всегда как обычно не бывает желаемого бывают разные ситуации для того чтобы мы отвезли курицу в Александров неважно одну штуку мы везем или 30 затраты у нас будут 300 рублей на дорогу ну примерно так так как мы свою курицу возим в Москву у нас транспортная затрата на доставку продукции клиентам будет составлять примерно 3000 с учетом того что мы везем в несколько мест и с учетом пробок и всего остального эта затрата примерно вот такая эта затрата может вас не касаться может касаться вы сами должны решить я вам показываю себестоимость своей курицы вот эти транспортные затраты ложатся как на снова же 30 кур если вы везете или вы везете 60 и теперь чуть подробнее о количестве если вы зимой везете курицу в Москву допустим на далекое достаточное расстояние понимаете что ваша курица еще и в машине проведет чуть ли не там 10 часов так или иначе на дорогу на развозы на все такое то есть вы забиваете два дня партию какую-то и везете сразу же ее срочно потому что по 300 рублей это охлажденка это вам не заморозка никакая и поэтому нужно все это учитывать зимой хорошо вы забили первый день там предположим ну вот сильно постарались там 40 штук второй день там вы забили 20 всех упаковали и увезли в нашей истории напоминаю их 66 штук надо все помыть все почистить потом ну и поехать с богом все это очень хорошо делается зимой летом вам нужно учесть что у вас должны быть охладительные какие-то холодильники для того чтобы вам этих кур охлаждать и снова же время доставки до клиента тоже сокращается это все нужно учитывать транспортные расходы значит 3000 вот такую сумму я вам еще набрасываю для понимания на нашу расходную часть ну и того дорогие дамы и господа мы с вами имеем 21 200 21 1522 рубля в зимнее содержание птицы демисезонное точнее как сложилась эта цифра еще раз вот вам покажу сейчас вот такие у нас статьи с вами расхода это падеж вынужденный забой и 3000 три штучки это дефект да который мы забрали себе вот этот вынужденный забой тоже мы забираем себе как мясо но тем не менее в расходной части они включаются все тут по мелочам вот 172 рубля я сюда перенесла бой яйца три штуки ну и того вот вам такая цифра к сожалению не могу вам сказать что выручка при этом как-то изменились по этой причине вот считайте 21 тысячу вы с почти 50 тысяч получаете дохода чистого ну и в летний период времени к сожалению ситуация не сильно будет меняться транспортные расходы в количестве 3000 мы с вами обязательно включаем и в то же время еще должны включить сюда сумму на работу брудера это еще получается так сколько мы с вами решили 436 рублей вот и получите цифру 24173 тоже картина в общем не очень сильно отличающаяся радостной перспективой от зимнего выращивания птицы ну и в конце концов что значит что такое не везет и как с этим бороться переходим к моменту как с этим бороться что можно сделать в общем-то увеличение количества голов это первое как вы можете повлиять на ваш доход многие затраты останутся прежними ну или вырастут достаточно незначительно то есть мы говорили об этом отапливать 100 голов или 150 голов в принципе одинаковые затраты на электричество а некоторые даже сократятся такие как цена на яйцо если вы берете опт если вы берете хотя бы от коробки 360 штук то у вас цена на яйцо будет другая соответственно уже для вас это будет дешевле лучше но для этого вам нужно иметь больше ресурсов больше возможностей как физических так и материальных прошу это заметить значит второй момент это мы с вами можем поработать в сторону снижения падежа это оптимизация содержания так бы я назвала это микроклимат в птичнике качественные корма освещение вентиляция ну и правильная инкубация что одно из первых в общем-то процессов этого вида деятельности нашего и это очень важно правильная инкубация вам сразу же изменит ситуацию с падежом особенно первой недели вы можете не терять птицу просто так это всегда очень здорово третий момент это антибиотики это применение лекарственных препаратов мы не имеем ввиду тот антибиотик кормовой который в профилактических дозах добавлен в кормах мы имеем ввиду дополнительные вот эти пропойки которыми пользуются многие птицеводы в начале аптечки или даже по истечении какого-то времени в течение жизни птицы используют антибиотические средства для пропойки птицы и для увеличения привесов забойных и для снижения падежа правильно это неправильно решать каждому для нас этот момент неприемлем поэтому мы будем стараться первыми двумя способами как-то решать вопрос с доходом вот этого вида деятельности много это или мало судить каждому из вас один вы ухаживаете за этой птицей или в промежутках между работой как-то 100 голов тратится время достаточно много причем вы смотрите с вами не 100 голов получили а всего лишь 66 ну чистых тушек продажных 66 и стоит вы должны это учитывать расходную часть очень непросто может быть для многих сосчитать если вы не поняли как я сделал эту таблицу не просите меня вам ее скинуть вы не сможете ее вести если вы поняли ее вы создадите абсолютно точно такую же без особой сложности сами со своими личными затратами и это будет стопроцентно успешный вариант для того чтобы вы понимали в какой момент сколько стоит ваш цыпленок сколько на какой момент вы можете запросить за него денег и выгодно ли вам продавать тот или иной предмет яйцо цыпленка подрощенного цыпленка и так далее элемент этого расчета в конкретный момент времени знайте об этом лично вы можете не использовать те пропойки которые используем мы но сами по себе пропойки не носят стратегический объем в этих суммах стратегического характера расходы это мелочи понимаете маленькие моменты такие ну будет ваша курица на 15 рублей дешевле и каждая принесет вам на 15 рублей больше это не суть дела общую картину вы должны представлять это безусловно не золотое дно я делала это без учета многих очень потерь дай бог чтобы ваша птица вырастала вот по моей схеме вот таким образом и приносила вам практически ну 50 процентов дохода от выручки это хороший результат если вы хотите ваша семья зарабатывать на этом вы можете основываясь на моем расчете понять сколько птицы вам нужно выращивать и можете ли вы это сделать в имеющихся уже ресурсах своих такие как птичники такие вещи как брудеры инкубаторы и так далее на любой из этой стадии есть статья расхода которую вы скажете что она не актуальна для вас но корм он актуален везде витамины они актуальны везде для любой птицы для любого бройлера у нас теплопотери минимальные в птичнике потому что он очень хорошо утеплен при этом при всем и птицы для нашего птичника у нас достаточно немного для того чтобы свежий воздух был у птицы постоянно при любом при любом нарушении выращивания бройлера ваши потери будут значительно больше но я вам желаю жить без потерь пускай у вас все плодится размножается приумножается надеюсь это видео было для вас полезным и как всегда жду от вас умных полезных комментариев спрашивайте по поводу любой цифры могу все вам рассказать ну и спасибо что посмотрели рекламу на нашем канале всего доброго подогнал «Симон» «Симон» «Симон»